Я, конечно же, опишу, какие могут быть проблемы при несвоевременной аккредитации вашего медицинского персонала. И неважно это штатные сотрудники, не штатные, у них, у всех должны быть легитимные документы, актуальные. Это или медицинский сертификат, который еще действует, или они уже должны были получить заранее, до окончания медицинского сертификата, аккредитацию, то есть пройти периодическую аккредитацию. Для того, чтобы правильно подготовиться, необходимо знать ряд нюансов. Я их опишу в своем телеграм-канале, но сейчас поясню. Важно, чтобы у вашего сотрудника между медицинским сертификатом даты окончания и между аккредитацией не было паузы. Нужно подавать документы заранее, за три месяца на аккредитацию. Документы обычно рассматриваются достаточно оперативно, ну, скажем, в течение месяца, бывает чуть быстрее. А могут они рассматриваться и дольше. Но есть методическое указание заранее подавать документы. Это указание присутствует на сайте ФАЦ, Федерального аккредитационного центра. И ключевое в этом, что же страшного, если ваш сотрудник не своевременно подал документы на аккредитацию. Это же его ответственность, вы можете предположить. Не совсем так. Лицензионные требования предполагают, что вы должны следить за актуальностью документов об образовании. Это первое. Второе. Вы не имеете права допускать сотрудника к работе без должных документов, которые у него должны быть актуализированы. То есть он не имеет права работать вот в тот перерыв, когда он еще не получил аккредитацию, но у него при этом закончился медицинский сертификат. Возможно, приостановка медицинской деятельности. Вы подумаете, ну как же, кто об этом узнает, догадается и так далее. Но документы вы в реестре ЕГИС-ИЗ подаете же, подгружаете, я надеюсь. И вот вы туда подгрузили сертификат, у него есть дата, когда он окончится. Но и при всех ваших желаниях аккредитацию вы никак не сможете сделать каким-либо числом, как вам заблагорассудится. Вы сможете сделать только действующим числом. И отсюда будет видна пауза между окончанием сертификата медицинского и между началом действия аккредитации. И вот тут и риски.